здравствуйте дорогие подписчики и гости моего канала меня зовут Анна я живу в Саратовской области и вы на моем канале мой солнечный сад друзья на дворе ноябрь все садово-огородные дела практически закончены осталось лишь дело только за укрытием роз и еще некоторых растений которые требуют укрытия на зиму но это чуть позже когда наступят устойчивые минусовые температуры а сегодняшний ролик мне хотелось бы посвятить очень важной теме я думаю что многие из вас и я в том числе уже начинают планирование на следующий год какие-то переделки посадки и садовые дела и хотелось бы мне поговорить о такой важной теме как кустарники декоративные лиственные кустарники кустарники которые подходят для живой изгороди а также просто неприхотливые красивые кустарники которые обязательно должны быть в каждом саду я остановлю свое внимание лишь на неприхотливых декоративно-лиственных ну некоторые из них очень красиво цветущие а также для меня очень важным критерием я думаю что и для других садоводов тоже этот критерий очень важен является зимостойкость так как я живу в средней полосе россии для меня очень важно если мы можем укрыть какие-то маленькие цветы и розы сильно обрезанные то укрыть кустарник на зиму конечно это дело очень хлопотное и не каждый хочет этим заниматься поэтому говорим о кустарниках которые не требуют никакого укрытия и достаточно зимостойкие и морозостойкие ну так вот если вы хотите на будущий год сделать себе красивую живую изгородь то этот ролик однозначно для вас или если вы хотите в своем саду посадить несколько экземпляров красивых кустарников этот ролик тоже для вас досмотрите до конца я думаю что в нем вы найдете очень много полезной информации друзья подписывайтесь на мой канал ведь по статистике 80 процентов зрителей которые смотрят мои ролики не подписаны на мой канал но если вам нравится подпишитесь я буду очень рада для тех зрителей кому нравятся обзорные видео самой полезной краткой и интересной информации о растениях то такие видео на моем канале буду появляться теперь чаще потому что работая на клумбах саду уже практически завершены и будем теперь разговаривать о растениях и планировать посадки на следующий год ну что друзья начинаем пузырь плодник калинолистный является неприхотливым и эффектным растением на протяжении всего периода вегетации также данный кустарник является быстрорастущим и устойчив к газованности воздуха его выращивают как одиночное растение однако наиболее эффектно смотрится живая изгородь из пузырь плодника высоту кустарник можно достигать трех метров но это зависит от сорта пышное цветение происходит в начале лета соцветия полушаровидной формы могут достигать пяти семи сантиметров на наибольшую декоративность пузырь плоднику придают листья обладающие различным окрасом в зависимости от сорта все сорта пузырь плодника замечательно переносят стрижку и формировку кроны когда кустарнику исполняется 6-7 лет производит омолаживающую обрезку на пень при посадке саженцы корневая шейка должна находиться на одном уровне с поверхностью земли нуждается в обильном поливе первое время засушливое лето полив производят примерно два раза в неделю пузырь плодник обладает очень высокой устойчивостью к вредителям и различным заболеваниям однако из-за недостатков почвопитательных веществ может развиться хлороз который успешно лечится ферленом антихлорозом феровитом или хилатом железа размножение производят отводками черенкованием и делением куста в средней полосе россии успешно зимует без укрытия наиболее популярные сорта лютеус диабола или диабло дартс голд ред барон чубушник это настоящий король среди садовых кустарников хотя чубушник и не имеет никакого отношения к подлинным жасмином многие обитатели климата с суровыми зимами называют его садовым жасмином неприхотливый долговечный красиво цветущий кустарник равного ему по красоте цветения в летнем саду не найти свое название чубушник получил за то что его побеги с полостью внутри в старину использовали для создания мундштуков и чубуков курительных трубок высота куста колеблется от одного метра до двух с половиной трех метров в зависимости от сорта простые полумахровые или махровые цветы чубушника собраны в соцветия до девяти штук в каждом почти всем видом при цветении характерен тонкий приятный аромат который очень схож с запахом настоящего жасмина цветение длится две-три недели но если высадить саду разные виды и сорта с разными периодами цветения то белоснежный парад может длиться около двух месяцев заболевания на нем практически не встречаются иногда на чубушник нападает паутинный клещ долгоносе кетля сажать кустики лучше ранней весной или ранней осенью чтобы получить красивую зеленую изгородь расстояние между саженцами должно быть 50 сантиметров кусты можно пересаживать в другие места в любом возрасте они прекрасно адаптируются к новым условиям растение устойчиво к низким температурам выращенные в россии кусты чубушника полностью адаптированы к нашему климату и не требуют защиты даже в самые холодные периоды наиболее популярные сорта это снежная лавина лунный свет жемчуг и другие дерен визитной карточкой большинства декоративных форм дерна является их красные глянцевые побеги которые после опадания листвы эффектно выглядят на фоне осеннего зимнего или ранее весеннего пейзажа на побегах старше двух лет красный цвет уже не такой яркий поэтому каждые два-три года необходима обрезка наиболее популярным садовым дизайне является дерен белый называемый также дерен альба или дерен пестролистный он ценится благодаря высокой декоративности сортовых форм цветет на рубеже мая и июня многочисленными мелкими кремово-желтыми цветками собранными в зонтичные соцветия растение достигает в природе трех метров однако хорошо отзывается на формировочную обрезку прекрасно выглядит в живых изгороди благодаря своей яркой листве растение очень устойчиво к низким температурам и редко поражается вредителями и болезнями наиболее популярными сортами являются дерен ауреа сибирика элегантисима дерен шпета и другие барбарис барбарисы украсит клумбу добавит цвета в сад особенно осенью создадут очень плотную красивую живую изгородь очень живописны и просты в выращивании барбарис можно разделить на две категории листопадные сорта и вечно зеленые сорта наиболее популярными листопадным видом в ландшафтном дизайне является барбарисы тунберга многообразие сортов различных размеров и окрасок листвы позволяют создавать потрясающие композиции к почвам не требователен предпочитают солнечные участки размножаются черенками отводками семенами но такие кусты не всегда повторяют характеристики материнского растения барбариса не любит застоя воды в почве и неплохо переносит засуху практически не нуждается в подкормках обрезка барбариса важная процедура которую надо применять куст становится более плотным быстрее занимает площадь к заболеваниям довольно устойчив но во влажную и холодную погоду может появиться мучнистая роса пятнистость листьев борьбе с этим помогут фунгициды извредителей иногда могут нападать мучнистые червецы щитовки пилищики растение морозоустойчивое укрытие не требуется наиболее популярными сортами являются ауреа ред карпит хелман пилар мария атропорпуреа и так далее бересклет крылатый особенность растения и его красота заключается в овальных вытянутых листьях которые в течение сезона изменяют оттенок зеленого на пурпурно-красный один листок может иметь до пяти оттенков цветовой палитры бересклет крылатый в саду является украшением участка осенью он не капризен в уходе поэтому легко приживается в любых широтах зимостойкость его поразительно кустарник практически не требует подготовки к холодам весной наступает период цветения и густые зеленые ветви покрывают мелкие цветы которые визуально теряются на побегах к осени формируется оранжево-карминовые мелкие плоды плоды ядовиты и неприятны на вкус для того чтобы листва проявила всю свою декоративность высаживать бересклет крылатые лучше на солнечных участках размер может быть от двух до трех метров в зависимости от вида кустарник практически не болеет но иногда может пострадать от мучнистой росы из паразитов могут доставить неприятности тля и паутинный клещ размножать бересклет крылатый с помощью черенкования отводков делением куста и семенами но последний способ довольно трудоемкий и непопулярный хорошо отзываются на подкормки но и без них будет расти темпы роста бересклета крылатого не очень быстрый и зависит от сорта к наиболее популярным относятся компактус фаербол чикаго фаер макрофилис и другие кизиль не блестящий как нельзя лучше подходит для формирования живой изгороди а также при помощи стрижки из этого растения можно создать практически любую фигуру для украшения сада растение неприхотливое высоту может достигать 3 метров листья до 5 сантиметров длиной имеет привлекательную глянцевую поверхность в осенний период листва приобретает бурый красный оттенок скорость роста довольно медленная до 30 сантиметров в год период цветения кизильника блестящего май и июнь цветение обильное плоды кизильника съедобные но безвкусные сажать кизильник блестящий лучше на солнце состав грунта не принципиален если почва тяжелая то при посадке необходимо добавить песка при посадке живых изгородей расстояние между саженцами должно быть около одного полутора метров молодые саженцы на зме необходимо укрыть а взрослые растения не нуждаются в дополнительной защите от холода в первые два года необходимо более тщательно следить за поливом молодых саженцев формирование кроны начинается на второй год после посадки в первый год делают прищипывание верхних побегов чтобы стимулировать рост боковых из болезней иногда может быть бактериальный ожог или мучнистая роса из вредителей для и щитовка лучший способ размножения кизильника блестящего это черенкование тем кто досмотрел ролик до конца большое спасибо если ролик понравился ставьте лайки до новых встреч друзья до новых видео